И вот, сюжет пьесы, рассказ пьесы, это о том, как Сталин он жив, после смерти он возвращается к жизни, и жертвы его преступлений, они тоже живы, и они судят его теперь. Ну вот, Шатров, он придумал сюжет, рассказ пьесы, но материал для пьесы это реальный материал, это документальный материал. И Шатров, он нашел материал в архиве, он включил в пьесу статьи, письма и записи Центрального комитета. Хорошо, так что сейчас мы вам сыграем пьесу дальше. Сталин, я вспомню, Кати один раз сказал, смерть одного человека, это трагедия. Смерть двух миллионов, только статистика. Мне очень интересно, почему ты придешь. Католти, Кантре, мечтаешь о расслабавстве капитализма? Глупост. Что ты сделал за живыми? Откуда доноси? Откуда страх? Зачем ты пошел в революцию? Чтобы стать богом? Или чтобы стала человеку хорошую жизнь? Чтобы мне посел ты четверг нос. Прод тебе, Пушкин сказал Василери. Я призвам, чтобы его остановить, какая миска стиха, как красиво. Мы с вами уничтожили оппозицию. Слобы люди, не мужчины. Скажи прямо, кто настроил тебя? Ты не боишься возмездия? Ты вечером с лампочкой замглядываешь под права? Боишься? Я всегда думал. Откуда такая странная привычка? Страх. У тебя нет женщины, только две страсти. Влос и дюстокис. Зволич. Я расстрелил твой эву страшеву брата. И я стрелял... Я стрелял... Я стрелял... Я... Я расстрелял... Извини. Я расстрелял... У меня стрел... Wooden жирков. У меня стрел... М sleeves. Влос иниг Cubа . Спасибо большое, го healthierы. У меняbild. Я стрелял... У меня認чит inicial. Я закручиваю твошеву-обшеву брата. Не об Stadtл-ливое. У меня с деревом, большие. Ушел leash немедлительное общение. Я тебе гарантирую. Сами добрые, сами не запомнятные народы это русский народ. Все таки тебя не запомнят. Тебе как ты сам понимаешь, я у тебя только один бихар. Ты символ Руси. Извини, извини. Все таки тебя, я тоже так не помню. Стивили, что ты живи или вершеби. Любого члена Центрального комитета может превратить на террористов и шпионов, где нужно создать глухаринскую организацию. Газета со святым названием «Правда» печатает ложь, что Яковлев и я, Николай Михайлович, хотел уничтожить, завоевать оперы и реставрировать капитализм. «Ображаюсь к вам, будущие поколения, в эти последние дни моей жизни, я уверен, что фильтр истории убирает грязь с моей головы. Никогда я не был предателем за жизнь Ленона. Я сам был умер. Прошу новое молодое поколение читать мое письмо. Знаете, товарищи, что на том знамени к кумунизму есть моя капля крови?» Николай Бухарин. Я безусловно виноват перед рабочими Россией, что из-за своей проклятой болезни не закончил до конца дело. Дмитриевич, пусть знают все, что я за себя моралом вины. Я хочу говорить с вами. Я вижу смысла. У марксизма, кумунизма, октябрьской революции есть определенная система сетка политических и нравственных координат. Я даже не хочу тратить слова на то, хорошая она или плохая. Она не наша. История объяснит, где кончаются заслуги и начинаются ошибки. Где кончаются ошибки и начинаются преступления. Надо сказать громко. Социализм – да. Методи Сталина – нет. Известный историк Милуков читал Сталином белым кем государственным деятелем. Цега от него с Петром. В 18-м году мы начали совсем другое реагу. Народ язык успел, о чьем он ответил. Ваня не успел кончиться или вновь начать конвейер арестов. Фига. Это мне крайне чуждо и неприятно. Все-таки из-за трет веки страна построена. Страна построения. Так есть. Но мы благодарны к революции, какой потенциал, так и результаты получились. Мне не весело в одно. Мой сей срок век будет свой народ попустнее, чтобы его люди не родились в вратстве. Прощай, Сума, за то, как твоя глаза тьем, о кого они еще закрыты. Крущчев уже пытался. Крущчев будет человеком от Яблиской революции. Конечно, он учится в исталинской школе. Новый сей таки, чернов веком, октябрь. Он начал возврат к правде. Я опростоял тебя в стране, дурак. Я слишком много стрелял. Меня смешно вас слушать. Ха-ха-ха. Мы живем в Руси, в стране царь. И русский народ поймет настолько, когда есть у диндер. Надо бы пояснить глазную воду, чтобы сохранить ребенка. И то, и другое может создать лишь медленное огнение страны, если в ней нет сил взорвать порядок. После Октябрьской революции появились такие растения и цветы, которые рано или поздно разведут. Давайте скажем прямо. Или мы идем дальше, или скотеваемся назад. Мне пора. Подождите. Я приехал к вам с конкретным предложением. Еще все можно спасти. Завтра же произойдет переменение. Надо сейчас издать законы по миру. Это будет известно по всей стране. Без буздук вы выпустите волшебистского восстания одним углом. Завтра утром каждый солдат и каждый рабочий будет знать, что это временное правительство... Это на самом деле. Защитник взяла всех. Вопрос спасения сейчас в России при этом. Кто там? Рафия. Товарищ Рафия, что в Смолнии? Не знаю. Я целый день был на свободе. Ужин на столе и мы уходим в Смолнию. Есть разрешение Центрального комитета? Мы не будем ждать разрешения Центрального комитета. Мы пойдем дальше. Я один раз уже не ждал разрешения Центрального комитета. Привез вас в Борган. А сколько до Смолнии? Десять километров. За два часа идем туда? Владимир Ильич, вы понимаете, что сейчас на улице? Мне все равно. Мы пойдем дальше. Я впереди вы сзади, если должен стрелять. Будем стрелять вместе. Одну минуту, чтобы Маргарита Васильевна не волновалась. Ушел туда, куда вы не хотелось. Чтобы я уходил. Пошли. Понял. Когда я увидел его в полночь в Смолном, я понял, что все потеряное, что машина восстания будет пущена на полный ход. Итак, все произошло, как он хотел. А что можно сделать с человеком, который 24 по сутки думает только о революции? Я хочу говорить с вами. Да, я хочу говорить с вами. Надо идти дальше. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Спасибо.